Добрый день, друзья! Вот и достала с зимовки я своего полосатика. Убрав листья и слой мха, на грунте лежал мой тигренок, свернутый в клубочек. Выглядела гусеница замечательно, по крайней мере, внешне. Представляете, она ожила! Сейчас подхожу, она уже шевелилась, я на нее немножко подула. Сейчас нужно ей обязательно дать попить, чтобы она набрала сил, а также я ей рвала уже клевер. К сожалению, он со вчера высох, потому что я молодец, оставила его просто так в мешке. Вот, поэтому сейчас бегаю еще за клевером, опять ее листочками, покормлю ее и будем уже дальше следить за ней. Я решила сейчас намочить ей здесь мух, намочить камушки. Может быть, еще листья какую-нибудь намочу, прямо ставлю в нем, чтобы капельки и водички были. И таким образом, я думаю, она попьет. Я видела, где просто берут и кидают, скажем так, такую гусеницу в воду. Как бы она там у них как будто напивается. Буквально кидают на секунду-трисную, насколько они, и все готово. Я боюсь, что у меня она так потонет, он таким образом. Поэтому вот сейчас потихонечку вот так вот. Видите, у нее тоже уже снизу заполнилось. Даже чуть-чуть под камушками уже видно водичка. Потому что она захочет, она на камушки повыше заберется, если будет много. А так она сможет тоже попить. Ну все, буду ждать. Я ее на солнышке оставила. Оставила прямо на входе на балкон, чтобы температура ей была после холодильника не резко. Плюс 25 с батареей у нас тут в комнате. Она достаточно такая прохладненькая. На солнышке погреется немножко, полежит. Все, наблюдаем дальше. Решила я посадить прямо в крышечку с водичкой. Но не так, чтобы она там захлебнулась, а просто, чтобы она немножко находилась с лапками в воде. И думала, может быть, она попьет. Вообще, эта гусеница уже, по идее, не питается, когда выходит из зимовки. Но я читала истории, когда иногда они кушают. Поэтому, на всякий случай, вот положила перед ней свежий клевер. К моему огорчению, она сначала заинтересовалась этим клевером, а после, просто отвернувшись, ушла обратно. Сейчас оставлю несколько кадров близкой съемки. Кто захочет, посмотрит, кому интересны гусенички. Кто не захочет, тот может просто пролистать. КОНЕЦ КОНЕЦ Как вы видите, постепенно гусеничка расползалась. Я бы сказала, она стала даже более-менее активной, по сравнению с тем, что до этого она была довольно-таки вялой. На следующий день, когда я встала, я сразу побежала смотреть гусеничку. Но уже издалека я заметила, что она просто не двигается, а лежит смирно. И да, к сожалению, она оказалась мертва, из-за чего я так и не поняла. На этой грустной ноте я желаю всем отличного дня и до новых встреч, друзья!